Добрый день! Мы продолжаем приближаться к окончанию книги Эзры, и мы начинаем 9 главу. Всего тут у нас осталось 9.10. И 9 глава, она похожа на не то молитву, не то виду и исповедь перед Всевышним за грехи народа Израиля, и это не просто так, и это не случайно произошло, потому что в этот момент Эзра подходит, точнее, то, что нам здесь написал Нехемия, книгу Эзра написал Нехемия, и книгу Нехемия написал Нехемия, об этом, почему же все-таки первая часть называется книгой Эзры, а не Нехемии, мы будем говорить в начале книги Нехемии, то есть уже очень скоро, и разделения не должно было быть, но так получилось. Почему? В следующих сериях. И 9 глава нам рассказывает о самой главной миссии, основной миссии, с которой прибыл Эзра, может быть, он и не знал, что это окажется самой сложной, самой тяжелой для выполнения, потому что она несет в себе разные элементы, которые касаются души и сердца человека, разрушения семей, разделения семей, то есть, как вы уже понимаете, речь пойдет о отделении нееврейских жен от народа Израиля, от евреев, которые устроили мощный процесс ассимиляции, как они это умудрились сделать, есть ли стороны для оправдания, все по порядку, об этом сейчас мы будем говорить. Итак, Эзра начинает работать, он начинает действовать, приходит в Эрис Исраэль, и лишь спустя несколько месяцев, три месяца у него ушло на организацию судов, на упорядочение различных вещей в нашей институции, нашей жизни еврейской, и когда этот процесс был закончен, когда были переданы подарки, переданы средства, которые он принес вместе с собой из Вавилона в Эрис Исраэль, Эзра начинает, приступает теперь, когда создана структура судебная, когда создан основной орган, о котором мы говорили в прошлый раз и много раз до этого, аншейкнесса и так далее, мужа великого собрания, теперь можно и приступать к основной работе. И вот, говорится в начале девятой главы, а по окончании этого подошли ко мне, по окончании чего? Я приступил сразу с какого-то рассказа об устройстве различных моментов еврейской жизни, нет, потому что Эзра, так говорят комментаторы, должен был сначала, то есть он не отдыхал, они отдыхали несколько дней, как мы читали, но они занимались подготовкой структуры для новой атаки на нечестивцев и негодяев. Может быть, кого-то можно будет назвать негодяем, а люди ошибающихся, но посмотрим. По окончании этого подошли ко мне знатные люди и сказали так. Народ Израиля, священники и левиты не отделились от народов других стран, следуют мерзостям к наанеев, хитийцев, призеев, следуют мерзостям к наанеев, и вусеев, амунитян, муавитян, египтян и мореев. Стих 2. Так, как брали они дочерей их в жены для себя и для сыновей своих, и смешали семя священное с народами других земель, и рука главы главных и старших была первой в этом беззаконии. Вот достойные люди, которые были среди Иешува, среди людей, живших тогда, заселявших в основном Иерусалим и небольшие другие территории окрестные, иудеи и бениамина, вот приходят эти достойные люди и докладывают, рассказывают Эзре о том, что творится в народе Израиля, что есть много смешанных браков, законных, незаконных, полузаконных нельзя сказать, но были и такие, которые были вне закона, но бешойгик, то есть совершенные по ошибке, неправильно пройденный геюр армейский, как сегодня есть различные виды геюров скоростных, которые не признаются в нормальных кругах религиозных и так далее. Все это нужно будет рассмотреть, все это нужно будет с этим всем, нужно будет разбираться. И в принципе, в принципе, почему я вначале подчеркнул, что это была основная миссия, и для Эзры это было не совсем шоком и не совсем новостью, что есть такая проблема, потому что Эзра сам всю проблему вытрусил из Вавилона, из Персии, из всех тех земель, где проживали евреи на территории Персидско-Вавилонской, бывшей Вавилонской империи, и для того, чтобы отослать людей в Эрес-Исраиль, проблемных, с проблемным происхождением, с другими вопросами аллогическими, и здесь уже вдали от центров власти различных государств, в которых находились евреи, ну и главные центральные власти Персии, под, теперь имея также в придачу к этому и документ, позволяющий Эзре казнить людей, наказывать людей, то есть теперь евреи по приказу Персидской власти имеют власть над евреями, и Эзра имеет власть над евреями, и плюс, что здесь находятся все величайшие мудрецы народа Израиля, и здесь создан огромный центральный орган, судебный орган, высший духовный орган Мужевеликого Собрания, и теперь здесь будет легче разобраться со всеми этими людьми, которые компактно, проблемными людьми с различными проблемами, которые компактно проживают на территории Святой Земли, и Эзра к этому приступает сразу же. То есть он был к этому готов, и это он и планировал, как есть такой сэфер Геула. У Рамбана. И там он говорит на иврите, звучит как рифма. Эзра шалах лерец Исраэль это псолет, убебавэль не шара, а солет. То есть Эзра просеял весь народ Израиля, и все шлаки, ну шлаки, наверное, псолет, псолет, это отходы, все отруби отослал в землю Израиля для. Да, понятно почему, сейчас объяснили, понятно для чего. А там, вне границ Святой Земли, как раз там, за границей, где нет такой власти, где нет такой возможности контролировать, и увещевать, и наказывать. В общем, судить евреев нет такой возможности во всех провинциях Персии. Там осталась как раз менее проблемная публика, менее проблемные евреи. Но шок все-таки у Израиля был. И почему? Что вызвало, главным образом, такую реакцию, не просто шока, а трагедии, ощущениями? Мы видим, что он будет сидеть с разорванными одеждами, как будто бы он будет паститься, словно оплакивая, как будто в трауре. И что на Изру повлияло? Он знал, ведь он же знал, что есть проблемные люди, проблемные евреи, которых сам сюда заставил, фактически силой выслал сюда для разбирательств. Но Изра, который задержался на 23-24 года там, в Персии, и теперь приехал сюда, в Эрес-Исраэль, он был ошарашен тем, что евреи, которые приехали сюда, умудрились уже здесь, в Святой Земле, заниматься кровосмешением, заниматься, брать себе, своим сыновьям, вводить в свои семьи чужих, нееврейских жен, чужих народов. Брать своим сыновьям невест, таких невесток. И это он не мог понять. Это первое. Не был готов к этому. Он не знал, что это, что настолько широко распространилась эта проказа. Вторая причина, которая, что послужила для шока Эзры, это было то, что он увидел, что глава народа, ну, Азохин Вей, такие главы, это были политические лидеры, люди, которые, управленцы, богатые, как правило, люди, которые, и обычно богатство с властью неотделимо, и поэтому, это люди были, которые стояли у руля народа Израиля, но не духовные лидеры, не у духовного руля народа Израиля. И что они находятся так же, то есть они не так же находятся в этих списках, а они, первое, возглавляют эти списки по количеству своих детей, сколько в семье детей переженились вот с такими браками. Ну, и третье, то, что даже духовенство, даже люди, коины, которые, наверное, должны воспитываться очень особым образом, всегда воспитывались, потому что эти люди, известно, что даже в народе Израиля с кошерными еврейскими женщинами не всегда коин может жениться, если это разведенная женщина, если это вдова, если это гейорет, кошерная, религиозная, проживающая в Святой Земле, являющаяся частью нашего народа Израиля. Но что делать? Всевышний требует от коинов особых ограничений, особой отделенности от народа, особого образа жизни, в конце концов. Потому что сегодня Тума, Тагара, эти моменты меньше сегодня нас волнуют, потому что все мы искать нечистые и нечистые самой тяжелой Тумы и самой тяжелой нечистоты. Но все-таки коины на кладбище, да, им сегодня нельзя заходить на похоронные процессии, не для близких людей, они не могут так же участвовать в них. В общем, коин должен жить иначе, коин должен воспитываться иначе. И как может быть такое, когда вдруг у первосвященника, у племянника Эзры, первого первосвященника народа Израиля во втором храме, его дети, женаты на самаритянках. Наверное, пришло время, и это правильное место я выбрал для того, чтобы вообще разъяснить этот вопрос, разобрать эту тему. Она небольшая, но важная. Запрет смешанных браков, запрет кровосмешения, запрет соединяться с другими народами, а жениться только внутри народа Израиля. И где, откуда вообще проистекает закон, откуда наши мудрецы учат закон о том, что еврейство идет по материнской линии. Это очень важно, потому что мы увидим здесь, что смешанные браки были односторонние. Все время брали только женщин себе, женщин нееврейских. С одной стороны, Мальби и Мабарбанель пытаются объяснить это тем, что евреи были убеждены, что женщины, которые придут в их, чужие женщины, представители чужих народов, которые придут в народ Израиля, в их семьи, они все-таки, ну, феминизм не был, наверное, так развит в те времена. И, как правило, женщина нормальная, женщина в нормальной семье всегда идет за своим мужем. Муж является главой семьи. И поэтому евреи не настолько нарушали законы, не настолько были готовы дерзко дерзить Всевышнему, чтобы отдавать своих дочерей неевреям. Потому что здесь он знает, что все, на этом закончится ее еврейство. Но брали себе чужих девушек, чужих жен, и таким образом надеясь, что они все-таки останутся под эгидой еврейства, под эгидой еврейского народа. Тем не менее, это не спасает нас, ведь мы знаем, что если девушка не проходит ги-юр, девушка не еврейка, женится на каком-то еврее, ходит замуж, ее дети не евреи. Откуда это учится? Это учится из книги Дворим. В книге Дворим, в недельной главе Ваид Ханан, седьмая глава, сразу с самого начала, с первого стиха. Давайте, зачитаем ее. Говорится так. «И когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, которую ты идешь для овладения ею, и изгонит многие народы от лица твоего, хитийцев, гиргошеев, гиргошеев, эморейцев, кнаанеев, призеев, хивийцев, евусеев, семь народов более многочисленных и более сильных, чем ты, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и ты поразишь их, то совершенно разгроми их, не заключай с ними союза, и не щади их, и не родни с ними, дочери твоей не отдавай за сына его». Вот внимание, третий стих, седьмая глава третий стих, дворы, «Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего». Итак, здесь обоюдно сторонний запрет, как детям, как сыновей, так и дочерей отдавать в семьи неевреев. Но, стих четвертый, вдруг говорит такую вещь, «Ибо отвратят, 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 массадров кук перевели не совсем точно, ну, по крайней мере, в соответствии с гоморроей в Вавилонском Толмуде, в трактатике души, там, мы увидим сейчас, как они трактуют этот стих, «Ибо отвернет сына твоего от меня, отведет, отвратит сына твоего от меня, и они будут служить иным божествам, и возгорится гнев Господа на вас, и он истребит тебя скоро». Значит, нам не обойтись без иврита, кто хочет, если очень тяжело будет эту всю схемку выстроить в голове, пусть возьмет бумагу и запишет. Значит, на иврите сказано в четвертом стихе, седьмая глава, дворим, «Ки-ясир», «Ки-ясир», «отвратит». Что такое «ясир»? Мужской род, единственное число. То есть, в будущем он, некто, о ком идет речь, об женихе неевреи, жених, точнее, твой, зять, на русском языке, на иврите это одинаково, хатан, жених, также и зять, зять твой, нееврей, отвратит твоего внука от тебя, точнее, от Всевышнего. Он выведет его, он пошлет его в христианскую школу свою, да, или еще куда-нибудь, в соответствии с тем, из какого народа он происходит, и какой религии он принадлежит. И твой ребенок не вырастет по еврейским законам. Это четвертый стих. Здесь говорится в Киясир, когда отведет, отвратит. В третьем стихе мы же говорили, что говорится об обоюдной проблеме. «Как о женитьбе твоего сына на нееврейке, так и выдачи замуж твоей дочери за нееврея». И тогда, в соответствии с этим, следующий, четвертый стих, должен был бы быть написан, в нем должно было быть написано, «китасир», «китасир». Значит так, какой у нас род, какая форма используется для того, чтобы объяснить, каким-то глаголом описать какое-то поведение. Например, группы смешанной, где находятся как мужчины, так и женщины. Правильно, используется мужская форма. Если есть только женщины, женская форма. Если есть мужчины, мужская форма. Но если есть и мужчины, и женщины, универсальная форма для обоих этих, для смешанной группы, множественное число мужского рода. Значит, должно было быть написано, «китасиру». Они отведут. Почему сказано только «мужчина-ясир»? Отсюда наши мудрецы учат, что, во-первых, речь идет не о твоем женихе, который отведет, отвратит твою дочку от всех, и не о женихе, и не о невестке, которая отвратит твоего сына. Идет речь о внуках. Даже если твои дети продолжают, будучи замужем, будучи женатыми, на неевреях, но жить как евреи, однако же, если твоя дочка родит сына, то его, ее муж, нееврей, отведет твоего внука от тебя. Подожди. Это значит, что? Наши мудрецы говорят так, есть что отводить. О чем мы волнуемся? О чем мы волнуемся? Потому что мы волнуемся, этот внук еврей, он родился от мамы еврейки, и есть нам что терять. И поэтому мы волнуемся, что папа, что очень, ну, естественно, в такой ситуации, папа хочет, чтобы сын был, как он, и жил, как он, и шел по его стопам, и придерживался той же религии. Поэтому и сказано, что он ясир, то есть он еврей. Отсюда наши мудрецы учат, что сын родившийся, все любые, все любые, сын, и девочка, и мальчик, и сын, и дочь, которые родились у еврейской мамы, даже которая вышла замуж за нееврея, они остаются евреями. И дальше уже нужно позаботиться о том, чтобы они и дальше остались евреями. И образ жизни их был еврейский. Почему же не сказано ясиру множественное число? Почему не включен здесь в этот стих, в четвертый, а другой вид браков, когда твоя, твой сын еврей, женится на нееврейской женщине? Потому что льэн маль гасир, некого уже, он, он выходя уже, появляясь на свет, выходя из-за трубы матери, он уже является неевреем. Поэтому Тора уже даже не волнуется о них. Волноваться в данной ситуации нужно было немножко раньше. Некого ли асир? Поэтому, когда смеются неевреи, говорят, фух, евреи такие хитрые, так придумали здорово. У всех народов мира родословное передается по отцу, а у них по матери. И получается, что если в каждом поколении есть дочка-дочка-дочка-дочка-дочка-дочка, все это передается, и все дети остаются евреями, даже когда десять раз подряд папа был не еврей. И это не просто шутка, и это не просто так евреи придумали, а вот это и учится именно из этих стихов. Поэтому мне показалось это важным, привести разбор этой суги здесь. Теперь. Дальше. Этот же стих, или эти же стихи, из них еще кое-что учится. Из них кое-что еще учат наши мудрецы. в трактате «Вода Азара». Трактата «Вода Азара» Вавилонского Талмуда, 36-й лист, страница 2. И здесь происходит спор между Танаим, великими мудрецами, которые считают, абсолютное большинство мудрецов, то есть всех, все мудрецы того времени, которые заседали в центральном бейт-митраше и устанавливали нам Аллаху, считают, что по Торе существует запрет жениться только на семи, стите, на семи народах кнаонейских, которые перечислены в стихах. Как они это учат? Это очень логично. Это очень логично, и я их даже понимаю. Хотя Раби Шилан Бар-Юхаех не понимает, и также Рамбам их не понимает, и не устанавливает так закон. Но давайте все-таки посмотрим, как они это учат. Сказано здесь, еще раз прочитываем, книга Дворим, седьмая глава, только уже Сугия находится в другом трактах Вавилонского Толмона, потому что другая тема. Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, и так далее, и Он отвратит от тебя хитийцев, и перечисляется семь кнаонейских народов, с которыми нельзя евреям иметь. Хорошо. И предаст их тебе. Второй стих. И дальше читали. И не роднись с ними. С кем не роднись? С семью кнаонейским народам. Очень логично. Раби Шилан Бар-Юхаех Учить не так. И почему он, что дает ему силы, способ трактования, толкование Торы. И как он толкует? Он говорит, что мне нужно смотреть на причину, которая приводится в этом отрывке. И тогда, когда мы прочитаем четвертый стих, вновь к нему возвращаемся. Возвращаемся. Ибо они отвратят тебя. Почему нельзя жениться на семи кнаонейских народах или, например, вот с какими-то неевреями, которые здесь перечислены. Потому что они, их дети, потом отвратят твоих внуков, которые останутся, которые будут от твоих дочерей. И говорит Раби Шимон Бар-Юхай, да какая мне разница, какие это народы? Это будут хитийцы, княнии, будут хитийцы, кнаонейцы, эмореи, ивусеи, гиргаши, или это будут алиуты, чукчи, ну, китайцы, корейцы, неважно кто, филиппинцы. Какая разница, кто сделает, кто отдалит моих внуков от Всевышнего? Кто сделает их будущее нееврейским? Эти народы или другие? Любой другой народ, когда он приходит к нам, он приходит со своей культурой, он приходит со своей религией. И на этом все закончится. Поэтому Раби Шимон Бар-Юхай говорит, что на самом деле по Торе запрещено жениться народу Израиля, любому представителю народа Израиля, с любыми представителями народов мира, и не только семью канонейскими народами. Еще раз, по мнению мудрецов, по Торе запрещено только семью, а скажем, что все, нет, другие народы тоже запрещены, только Миды Рабанан, по постановлению мудрецов. Это учится из других намеков, которых много в Торе. По Раби Шимон Бар-Юхай запрет напрямую проистекает из Торы. не только в слоях на уровне Танаим. Существует этот спор, этот спор также перетек и в нашу плоскость, нашей аллогической жизни. В Шурхана Рухе, а точнее в Туре, в Туре устанавливает закон. Это Эвена Эзер, 17-й параграф, то есть Симан Юдзайн пишет, что пишет Туру, что как Рабанан, что семь канонейских народов запрещены по Торе, а остальные народы мира это Мидерабанан. Рамбам, по Арамбам, как известно, как правило, Аллаха идет по Арамбаму. Ну, это один из самых, наверное, авторитетных источников и мудрецов эпохи Ришоним и Арамбаму в Аллахот Исрея Бия. Глава 12 сразу же в самом начале говорит израильтянин, что пришел на любую нееврейку с супружеской связью. Он говорит, это не просто был разврат, это не просто был поход куда-то в нехорошие места за оплату. Это человек, который взял и женился на нееврейке и живет с ней как будто бы это. То есть мы понимаем, что нет связи на небесах. Нету никакой связи в этом, не нужно по нашим понятиям, по понятиям, по законам иудаизма не требуется даже гет, разводное письмо. Этот брак не заключен, это все равно, что два сожителя. Однако, если они живут как будто бы пара, а также еврейка, вступающая в брачные связи с неевреями, все они получают наказание плетьми, как сказано, велотит хатен баб, не женись на них. И стоит открыто об этом говорить, и стих об этом откровенно говорит об этом в книге Нехемии. Интересно, Рамбом пишет в книге Эзры, десятая глава, я начал искать, смотрю, нету такого стиха, нету этой буквы, нету в нашем слове. Я потом нашел в книге Нехемии, то есть для Рамбома, Рамбом, который жил больше, 800 лет назад, в его времена книга Эзры называлась как одно целое. И вот в книге Нехемии приводится стих, и чтобы не отдавать, 10 глава, 31 стих, чтобы не отдавать нам дочерей наших другим народам земли, а их дочерей не брать за сыновей своих. И вот Тора запретила, продолжаем читать, цитировать слова Рамбома, Тора запретила вступать в связь с народами мира именно в форме женитьбы. Однако, если вступает в случайную связь, тогда еврей наказывается в том же плетьми по постановлению мудрецов. И тогда, и это, когда известно, что он поступал так скрытно. Однако, если он это делает прилюдно, то есть все знают, что он делает, с кем он, куда он ходит, и как он развратничает. То есть достаточно 10 евреев, которые являются свидетелями этого постыдного поведения, тогда, как говорят наши мудрецы, каждый, кто хочет, может наказать этого человека и даже убить. Ну, наверное, сегодня на практике нельзя применить эту Аллаху. А учит это, конечно же, Рамбом учит это из истории с Пинхасом, который пробил насквозь двух прелюбодейников, Зимри Бен Салу и Мадам, с которой он там из Несихот, принцесс, Медьяна. И это Аллаха Мушеми Синай. А доказательства из истории Пинхаса. Продолжает Рамбом уже в шестой Аллахе. Это мы были в первом законе, теперь и шестая Аллаха, в шестой пункт. Если не наказали его ревнители веры и плетей он не получил, то есть Карет Медарабанан. Карет, знаете, что это такое. Сложно это объяснить. Есть разные объяснения. Не наша тема сейчас основная, но, в общем, не стоит с этим сталкиваться, к этому подходить. Карет Медарабанан, который учится из стиха, изменил в книге царя пророка Эзры, а точнее, нет такого пророка Эзры. Есть пророк Малахий, а мы знаем, что Равнахман в Талмуде, где это было, в Сангедрине, или в Таанид, в трактате Таанид, он там учит, утверждает, что видится мне, что прав тот, кто идет по мнению, что Эзра, он же пророк Малахий. И вот говорит пророк Малахий, 2 глава, 12 стих, изменил Иуда и гнусность творил в Израиле и в Иерусалиме, и посквернил Иуда святость Господню, которую он любил, и, как он осквернил, и сочетался с дочерью Бога чужого, истребит, вот, их род, истребит Господь из шатров Якова человека, который сделает это сына и внука, приносящего дар Господу Цвокот. Дальше, то есть, все понятно, не стоит. Дальше, по поводу Герей Цедак, по поводу празелитов, Аллаха 17, Юдзайн, закон 17, Аллаха Юдзайн, это все первая глава, мы читаем Рамбом и Сурейбия, Аллахот и Сурейбия, не евреи из всех народов мира, которые поднимаются на себя, принимают на себя ярмоний без, Оль Мальхуд Шамай, сразу же становятся полноправными членами еврейского общества, еврейского народа, и несмотря на то, что у нас есть несколько народов, которые ограничены, амаликитян нельзя принять вообще, нельзя принять мужчин, представителей народа Моава и Омона, египтяне, которые прошли гиюр, кошерный гиюр, правильный, признаваемый гиюр, не могут сразу же жениться на евреях и еврейках, они должны жениться между собой, может быть, с другими проблемными, мы сейчас еще увидим, еще есть у нас в списке, один пункт, с другими гирим, из других народов они могут жениться до третьего поколения, то есть, человек прошел гиюр, его внук уже имеет право жениться на обычном еврее, еврейке, внук на еврейке, внучка на еврея, выходить замуж за еврея, это такое ограничение до трех поколений, и до десяти поколений ограничены эдомияне, эдомим, эдомияне, эдомцы, говорит Рамбом, уже в пункте 25, там, Аллаха, Хоф, Гей, что, с того момента, как пришел Санхерив, это гмараф, в нескольких местах в Авиалонском Талмуде, помнится, у него в трактате Проход, она находится также, где-то в начале, говорится там, что, когда пришел Санхерив и захватил весь мир, ну, весь мир, весь Ближний Восток, все окрестные народы, где жил, проживал Израиль, вокруг Израиля, и он перемешал все народы, то есть, искоренял их со своего места, переселял в другое место, иногда и даже лучшее для других народов, но что может быть лучше для народа Израиля, чем Святая Земля, евреи также были вынуждены, а точнее, 10 колен ушло в изгнание, и с того момента начинается великая ассимиляция, великая мировая ассимиляция, и это коснулось и 10 колен, говорили мы об этом, наверное, второй, третий урок, в самом начале, один из самых, должен быть интересных, захватывающих уроков, захватывающих уроков, о том, 10 колен вернулись, 12 колен вернулись или нет, какие представители есть среди наших, в наших рядах сегодня, каких колен представители, все об этом мы говорили подробно, но 10 колен они не выстроили так, как выстроила Иуда, и как выстроил Биньямин, и если они есть, то в очень мизерных количествах присутствуют, не если, а они точно есть, и только среди нас, но с того момента, это сейчас не главная наша тема, смотрите там в начале, в первых уроках, с этого момента, когда произошло великое переселение народом, насильственное переселение народом мира во времена царя Санхирива, больше никто не может сказать, что он сегодня точно амлекитян, что он точно этнический муавитянин, амонитянин, египтянин, и так далее, и кто у нас еще есть эдомия, эдомиянин, 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 эдоми, и с этого момента любой человек, любой нееврей, который проходит гиюр, правильный, кошерный, достойный гиюр в соответствии с законом, он становится частью, равноправной частью народа Израиля, он никто к нему не может прийти и сказать, а может быть ты амлекитянин, а может быть ты амонитянин, а может быть ты имеешь какие-то корни, которые несут в себе проблемы. То есть, те народы, они не выстояли, только еврейский народ, который нес в себе, нес на плечах своих законы Торы, помните, мы говорили о царе Давиде, который ошибся, когда во второй книге, во второй книге царя пророка Шмуэля рассказывается о том, как Давид пытался перенести, захватив и выбив как раз филистимлян или Евусеев из крепости Евус, так она называется, крепость Евуса. Есть мнение менее распространенное, менее принято, что это были именно Евусеи, а не филистимляне. Неважно, Давид выбивает их и, наконец, освободив полностью Иерусалим, очистив от неевреев Давид, от идолопоклонников, Давид вносит ковчег Завета, решает внести ковчег Завета из современного Абугош, он же Кириат Яарим, в Святой Иерусалим. И происходит у него там трагедия, трагедия с узой, которая, значит, не заладилась у него. Была ошибка, две ошибки, двойная ошибка была совершена. Во-первых, поставили на телегу, ну, на Агала, на какую-то повозку. Нет, не какая-то повозка, была конкретная повозка, оставленная еще филистимлянами, когда они вернули ковчег Завета, который самостоятельно пошел с коровами запряженными хвостами вперед, и вот они все время реверс шли до города Бетчемеша, пока не дошли до Иудеи. И на эту телегу, на эту повозку Агала, Хадаша было поставлено, был поставлен ковчег Завета, что была ошибка, потому что ковчег нужно нести на плечах, и второе, все эти процессии руководили коины, а должны были руководить левиты, то есть не руководить левиты, а левиты нести на своих плечах. И спрашивают наши мудрецы, а почему же Давид ошибся? Почему Давид ошибся? Объясняет, приводит такое красивое объяснение, что в Таилим, сказано, Давид сказал в Таилим, Змиротли аюхукеха, Таилим, не помню, не цадикбет, Змиротли аюхукеха, песенками мне были, Тора твоя, законы твои, Торы, были для меня как песенки, говорит Всевышний, песенки. Да, верно, мы поем нараспев, поем, когда изучаем Тору, изучаем Талмуд, зайдите в каждый Бейт-Медраж и найдете там, застанете много интересных, красивых нигуним мелодий, которые евреи воспроизводят в момент изучения Торы. Так, с Торой, с музыкой мы всегда идем по жизни и запоминаем лучше, но не более чем просто изучение, а не отношение, как будто бы в состоянии колут-рош, легкомысленное отношение, как будто бы посвистывая, присвистывая с песней по жизни. Так Тору не учат и так, к Торе не относятся. И пусть, опять же, я повторюсь, что мелодия во время изучения Торы, она имеет очень центральное место, но отношение в душе своей не должно быть легкомысленным, а, по-видимому, Всевышний поймал или заметил Давида в том, что он несколько как-то передал это не совсем удачно. Песенками мне были твои слова, Тор, и Всевышний сказал песенками, Тору несут на плечах. Тору несут как ношу, тяжелую, драгоценную, дорогую. Есть такой Равцви Гофман, был такой Равцви Гофман, который был несколько поколений после Равцви Гирша, великого мудреца Торы в городе Берлин, в городе Берлин, в Германии. И Равцви Гофман, он описывая танцы во время Симхат Тора, во время праздника о радости Торы, он говорит, так красивый Машаль приводит, что есть евреи молодые, неженатые, или женатые, но еще без детей. Они позволяют себе прыгать, подпрыгивать, моющий эмес, ветраства, веса и роса и эмес, подпрыгивать на два метра вверх и веселиться, так, что все, и руки, ноги, непонятно, куда что идет. А есть другой вид людей, у которых есть маленькие дети, и они, чтобы как бы как бы ввести их тоже в эту радость, чтобы они были в центре всего этого хоровода великого, они сажают своих детей на маленьких на плечи и так же идут этими кругами и так же пританцовывают, но именно пританцовывают, они подпрыгивают и не прыгают и не машут руками, ногами, уже руки заняты, они несут на своих плечах драгоценное, очень важное, дорогое что-то для них, что-то, детей, их будущее, их продолжение, и поэтому они ведут себя немножечко сдержаннее. Вот так вот нужно относиться к Торе. Тору несут на плечах, как левиты несли-ка в человек завета. И поэтому Давид был так наказан, именно в этой Аллахе он эту Аллаху забыл, забыл именно это. Так, и вернемся теперь к нам, вернемся к нашим, к другому следующему пункту. попытка оправдания. Помните, я вначале говорил о том, что есть комментаторы, которые пытаются объяснить и немножко оправдать наших наших пращуров, которые пришли в Святую Землю, в том, что они, что произошло, что потолкнуло их к тому, чтобы они вели себя так безобразно. Такой высокий уровень, такой высокий процент был смешанных браков. Пишет Абарбанель в комментарии к книге Мелахим, но Мелахим не царей, книге Малахи, пророка Малахи, правильно ударение поставил, все стало сразу на место. И не обвинил здесь пророк евреев и не в книге Эзры, что выдавали своих дочерей за неевреев, только брали своих сыновьям других дочерей из чужих народов. И может быть поступали они так, потому что полагали, что сыновья будут властвовать над своими женами и не соблазняться служением идолам. Однако их преступление не достигло того, то есть не было настолько дерзким, чтобы до этого они не докатились. И он приводит сеть, целую вереницу примеров стихов, из которых это видно. Вот говорится в нашей девятой главе стихи, которые мы уже зачитали. Второй стих. Так, как брали они дочерей их в жены для сыновей своих и смешали семя священное с народами других земель. Глава десятая, Баизра Ташем, глава последняя в книге Эзры, будем изучать. Стих второй и третий. И воскликнул Шханья бен Ехиэль из потомков Эйлама и сказал, Эзра, совершили мы преступление перед богами нашими и поселили чужеземных жен из народов страны. Дальше нет смысла продолжать. Глава десятая, одиннадцатый стих, там же, А теперь признайте вину свою перед Господом Богом Отцов на ваших и исполните волю Его. Отделитесь от народов страны и от жен чужеземных. Последний пример. Глава десятая, сорок четвертый стих. По-моему, это окончание вообще книги. Почему гадаем? Давайте посмотрим. Да, последний стих книги Эзры. Все они взяли жен чужеземных и среди них были жены, что родили детей. Итак, закончим на этой ноте, не обнадеживающей, не возвышенной, но какой-то оправдывающей немножечко евреев, что все-таки это не был Эфкер, это не было все, что мне придет в голову, что я хочу, то я и делаю. То есть, был какой-то, евреи оглядывались, евреи думали о том, что же мы делаем. Так вот получилось. В следующий раз мы продолжим эту тему, закончим девятую главу и прочитаем этот виду, это не то молитва, не то просьба о прощении. Как раз сейчас мы находимся в преддверии Роша Шана, очень придется к месту. Ибо до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова